Всем привет! Вы смотрите программу «Кадры решают все». Каждый месяц 9 фотографов соревнуются в своем профессионализме и показывают нам и вам, какой должна быть хорошая фотография. Они борются за звание лучшего в Южной столице и за главный приз от компании «Никон». Также победитель получит право на эфир 10 авторских программ на телеканале Ростовно ТВ. Кто окажется в центре изображения, узнаем совсем скоро. Выбирайте лучшего вместе с нами. Итак, мы начинаем. На прошлой неделе участники показали свою интерпретацию темы литературы. Герои Булгакова, Оскара Уайлда со страниц книг перенеслись к нам в реальную жизнь и стали участниками фотосессий. Однако самые лучшие кадры, по мнению интернет-пользователей, сделала Екатерина Тихая. Ее снимки набрали большее количество голосов. Насколько согласны с таким мнением наши члены жюри, узнаем прямо сейчас. Итак, сегодня у нас заседание членов жюри. В жюри у нас Ольга Васильевна Литвиненко. Это заместитель руководителя Ростовского областного музея изобразительных искусств. И Сергей Ведерников, продюсер MediaCity Rostov Live. Сегодня мы оцениваем фотографии трех участников на тему литература. Три участника. Ковальская Инна. Ее тема и интерпретация темы литературы – это «Мастер и Маргарита». Тихая Екатерина. Ее фотосессия была посвящена тому, что детей нужно приучать к чтению литературы с самого детства. И Чубарьян Нина. Ее интерпретация темы литературы – это образ Дориана Грея. Приступаем к голосованию. Среди претендентов наибольший интерес вызвали серия фотографий по теме Дориана Грей и Чубарьян Нины. Мне кажется, если рассматривать с трех позиций художественное достоинство работ, это раскрытие темы произведения, предположим, выбранного. И, наверное, профессионализм, с моей точки зрения, это самое интересное решение. Но, опять-таки, вот эти работы, мне кажется, все-таки героев, которые выбирал автор, они немножечко не совсем духовно выражают суть того героя, которого должны были представить на фотографии. Потому что работа фотографа замечательная, но актер или, я не знаю, партнер в данной ситуации оказался, ну, не совсем, в общем-то, вдохновленным образом Дориана Грея. Второе место я бы присудила Ковальской Ильне «Мастера и Маргарита». С моей точки зрения, в художном плане, эта работа выполнена очень неплохо. Но, опять же, герои не совсем чутко передают образ героев самого произведения. И, с моей точки зрения, ну, мне кажется, и сюжет раскрыт не совсем так, как лично я вижу «Мастера и Маргариту». Ну, и последняя работа. Вы знаете, замечательная работа, вот то, что касается девочки и мамы. Но, мне кажется, это все-таки как бы не раскрывает тему литературы. Мне показалось, что прекрасные снимки, замечательная девочка, прекрасный интерьер, вот с моей точки зрения. Но это легко, когда они ставятся более серьезная задача. Ведь перед предыдущими авторами стоялась задача посерьезнее, им было намного сложнее. Вот фотографии Тихой и Катерины, они неплохо выполнены. Я думаю, что и мама, и дочка, я думаю, что это все-таки семья, да? Они получили удовольствие от работы с фотографом и от этого волнительного процесса. Но, на мой взгляд, я соглашусь, что эта фотография меньше всего передает тему всей программы. Поэтому это третье место, соответственно, один балл. Мне понравились эти фотографии, мне понравилось, как прописан текст, как обработаны фотографии. Но, опять же, куда-то отправиться, что-то рассказать, какие-то подробности или что-то в этом духе здесь не передает. Лишь на одном из двух, из трех снимков можно что-то прочитать. По-моему, на мой взгляд, это тоже неплохая работа, но это два балла, соответственно, второе место. Ну и наивысший балл я поставил Ковальской Инне. Ее работы интересно рассматривать. Здесь интересные приемы, если даже брать, не привязываться к самому произведению. Но здесь интересно смотреть. То есть мы понимаем, что автор заснул, при этом он где-то у себя в мыслях или в голове, или где-то здесь же. То есть вот это чувство, когда тебе интересно рассматривать фотографию, я не знаю, двойники назвать или что-то еще, когда несколько изображений, казалось бы, одного человека. Здесь они очень красиво сделаны. Ну и, на мой взгляд, те чувства, эмоции переданы отлично. Что ж, в этот раз жюри разошлись во мнениях. Но по общему количеству баллов, голосования в интернете и мнения жюри победителем прошлой недели стала Нина Чубарьян. Поздравляем Нину и ее команду. Это значит, что они примут участие в нашем проекте еще раз. А сегодня новые участники и новые задания. Я люблю сфотографировать просто красивых девочек, смотреть, как они раскрываются. Какие-то более скромные девушки, они сначала стесняются, потом раскрепощаются. И там получаются очень красивые фотографии, там им потом пишут, как они не похожи на себя. В этом тоже есть какой-то определенный кайф, что ты вот раскрыл какую-то сущность человека. Екатерина Костина занимается фотографией около семи лет. Первое время, как и многие, снимала в основном друзей и знакомых. Любимые жанры – лавстори и свадебная съемка. Сейчас фотоискусство для нее не просто хобби, а постоянная работа. Считает, что хорошие кадры должны быть красивыми и искренними. Екатерина любит готовить, читать и увлекается хендмейдом. Юлия Агеева. Первые свои профессиональные кадры сделала пять лет назад. Позиционирует себя как семейного и свадебного фотографа. По ее мнению, фотография должна быть прежде всего живой и естественной. Вдохновляет ее на творчество семья. Муж и полугодовалая дочь Владислава. Среди увлечений – танцы и визаж. Кристина Дорчашвили фотографирует не так давно. Всего второй год. По образованию архитектор и говорит, что художественное видение помогает ей в фотоискусстве. Больше всего любит снимать людей. Сама программа мне очень интересна. Я смотрела все выпуски, самого первого. Для чего решила участвовать. Себя попробовать, свои силы. Ну, какой-то психологический толчок вперед для меня. Итак, напоминаю. Тема сегодняшних фотосессий – музыка. Говорят, что искусство не нуждается в переводе. Театр, живопись, архитектура, музыка – все это универсальные категории, которые едины и понятны абсолютно всем. Независимо от национальной принадлежности, люди чувствуют грусть, когда слышат минорные аккорды. И испытывают радость, когда раздаются мажорные. Какое настроение готова подарить нам Екатерина Костина, увидим в нашем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вынести музыкальный инструмент на улицу, да еще и в мороз. Ради удачных снимков согласится не каждый музыкант. Но девочки нашли слова и убедили владельца. Хотя изначально по задумке фотографа Екатерины в кадре должна была быть виолончель. Но, кажется, скрипка подходит не меньше. Нежный женственный инструмент в руках такой же изящной и характерной модели играет особыми тонами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Над самой съемкой Катя, признается, думала очень долго. Именно такая интерпретация полученной темы ей просто однажды приснилась. В какой-то день я такая лежу там в полудреме. Вот. И вот мне приснился этот цветной дым. Там девочка в красном платье, блондинка. Вот. Поэтому посмотрим сейчас, что получится. Сама не знаю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этой съемке фотографу Екатерине Костиной пришлось нелегко. Мало того, что тема досталась не совсем подходящая, ей по душе больше литература, так и пришлось успевать все и сразу. И фотографировать, и зажигать дымовые шашки, и подсказывать модели нужную позу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дымовая шашка горит всего лишь 20 секунд. Чтобы за это время успеть сделать качественный снимок, нужно постараться. Но для них не проблема, ведь каждый знает свою роль. Чувственная, нежная. Девушка, которая чувствует музыку как бы во всем. В природе, в окружающей среде. Так что смотрим, попробуем. Я надеюсь, у нас получится. Анастасия – профессиональная модель. Работала не только в Ростове, но и за границей. Когда-то училась в музыкальной школе по классу фортепиано. Потому тема музыки ей довольно близка. Однако такой инструмент, как скрипка, она в руках держит впервые. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, чтобы научиться владеть скрипкой в совершенстве, нужны годы тренировок. С инструментом для фотосессии нашей следующей участницы – Кристины Дорчашвили. Все немного проще. Но проще ли получилась фотосессия? Увидим прямо сейчас. Кристина Дорчашвили. Это история о жизни уличных музыкантов, но не о проблемах и сложностях творческого пути, а о воле случая и силе любви. Кристина Дорчашвили в своих кадрах покажет знакомство, которое произошло благодаря музыке. По ее задумке, молодой музыкант играет на оживленной улице. Девушка обращает внимание сначала на прекрасное исполнение, а затем и на него самого. Так происходит их первое знакомство. Сначала я обошла все переходы в городе, хотела в переходе. Но там так грязно, в общем, и решила на Пушкинской. И когда искала место, как раз увидела здесь музыкантов уличных, и решила, что это знак, и нужно снимать именно здесь. Тимур и Кристина вместе 10 лет. Учились в одном классе, тогда и начали встречаться. В это же время Тимур увлекся музыкой, и с тех пор играл в разных ростовских группах, потому к выступлениям он, можно сказать, привык. Но на такую уличную сцену вышел впервые. Это чисто образ такой, да, сам даже ни разу не играл на улице, так что первый раз, первый опыт. И завершает наш фотомарафон Юлия Агеева. Она в своих кадрах решила показать музыку души, которая звучит в каждом из нас. Как она воплотит свою задумку, смотрим прямо сейчас. Показать музыку, которую слышит каждый из нас, но по-своему решила в своей фотосессии Юлия Агеева. Для этого использовала не только музыкальный инструмент, но и спецэффекты. В ход пошли саксофон, дым и обаяние модели. Музыка души, она присутствует всегда в нашем, в нас, независимо от того, какая вокруг атмосфера. То есть у нас везде вода, брызги, а музыка все равно присутствует, и наша модель это подчеркнет своим образом. У модели два образа. Первый – задорный и игривый. Второй – более спокойный и романтичный. Для каждого свой наряд и свой макияж. Ну, сегодня у нас макияж, самая его главная задача, да, это выдержать съемку в аквазоне. Это одна из основных задач, да. Но, конечно же, он должен соответствовать образу нашей модели и последним тенденциям этого года. Это, безусловно, стойкие текстуры, какие-то перманентные, гели, подводки, устойчивые помады, водостойкие тона. В такой съемке важно, чтобы модель не боялась воды, не переживала за макияж или свои наряды. У модели Марии это получается на отлично. Маша – ученица цирковой студии, акробатка, но с музыкой ладит не очень. Зато любит фотографироваться, потому и на эту фотосессию согласилась сразу. Ну что ж, фотосессии проведены. Смотрим, ради чего старались наши участники. Их лучшие кадры на ваших экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Теперь дело за вами. Поддержите своего фаворита, проголосовав в нашей группе ВКонтакте. И помогите ему выйти в финал. Голосуйте и смотрите на мир объективно. А в следующем выпуске «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры». Какой спектакль подготовили для вас наши участники, смотрите в среду в 21.40 на канале Ростов на ТВ. И каждый понедельник в 7.40 утра на телеканале «Южный регион РБК». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова